Больше 200 обращений поступило от кировчан в Роспотребнадзор по телефону горячей линии. И это только за июнь. В основном вопросы касались состояния атмосферного воздуха и покупки некачественных продуктов. Также недовольны кировчане были табачным дымом в общественных местах и уровнем шума. Напомню, обратиться в Роспотребнадзор можно по телефону 40 67 24. Вопросы специалисты принимают по будням с 10 утра и до 12 часов дня. Обращались в Роспотребнадзор и жители дома в кооперативном переулке. Жаловались как раз на уровень шума. Полтора года назад рядом с их домом открылись два увеселительных заведения. И их посетители по ночам мешают спать. Кто должен навести порядок в городе и почему так долго? Жителям никто не может помочь восстановить тишину. В ситуации разбиралась Елизавета Халькова. На улице Светловной эти кадры жители дома номер 4 в кооперативном переулке сняли отнюдь не днем, а в 3 часа ночи. Посетители местных баров кричат и ругаются матом. С момента открытия увеселительных заведений, рассказывает жительница дома напротив Людмила Шитова, она и ее соседи, среди которых молодые мамы с детьми и пенсионеры, потеряли покой. Ночью наш дом превращается в общественный туалет. Тут туалет, видимо, не предназначен для такой толпы молодежи. И вот они весь наш дом, ну как сказать, выполняют свои естественные потребности. Чтобы бессонные ночи прекратились, жители дома написали сотни писем и обращений практически во все структуры, которые могли бы им помочь. Например, пожаловались на слишком громкую музыку внутри бара, в Роспотребнадзор. Специалисты управления выехали на место. Правда, почему-то не ночью. Представители потребнадзора пришли замерять шум в 2 часа дня. Бар не работал, это ночной бар. Вот документы, вот все у нас, целая пачка документов, которые из Роспотребнадзора говорится, что нарушений нет. Процедура была проведена в соответствии с установленными правилами. Утверждает начальник отдела санитарного надзора Людмила Мальцева. Измерять уровень шума в ночном клубе днем – это нормально. У нас специалист приезжает и включает музыку, аппаратуру на максимальное звучание. Специалисты у нас, эксперты физики ездят на измерение, поэтому тут проблем с включением музыки нет. Она включается на максимальное звучание. Это не факт, что, например, как вы говорили, вот приехали в пятницу в 10 часов утра, когда бар не работает и музыка не звучит. Так это не факт, что бар не работает, музыка там включается специально для проведения замеров. Кроме того, Роспотребнадзор может контролировать только уровень шума, который создает музыка внутри клубов и баров. А затем, чтобы подвыпившие молодые люди не шумели на улицах после 11 часов, должны следить сотрудники полиции. Вызывали неоднократно полицию, но полиция никаких мер не принимает. Они объясняют, что это не их полномочия. Казалось бы, охранники правопорядка, но усмирить буйную молодежь они даже не пытаются, уверяют жители. Прокуратура и городские чиновники также закрывают глаза на явное нарушение. Шум после 11 часов, справление нужды и курение на улице, иными словами, в общественном месте. Мы сделали дверь входную, которая будет служить выходом на эту террасу. Чтобы уладить конфликт с жителями соседнего дома, директор того самого бара Светлана Крышенинникова решила построить у входа в заведение специально оборудованное помещение для курения. Таким образом, надеется, посетители не будут выходить на улицу и шуметь. Контролировать же каждого клиента руководство заведения не в силах. Мы же не можем им, грубо говоря, подойти и сказать, не поехали бы вы домой. Мы ищем компромисс, мы пытаемся договориться, но пока предпринимаем только одну версию, чтобы зашить нам данную площадь и посмотреть, что будет дальше. Юрист Ян Чеботарев считает, в данном случае наказывать надо не заведение, а людей, которые нарушают общественный порядок. И этим должны заниматься правоохранительные органы. К сожалению, но как ведет себя тот или иной гражданин на улице за пределами какого-то предприятия общественного питания, это уже его личное дело. Здесь можно ходатайствовать, например, перед УВД по городу Кирово-Кировской области о регулярном патрулировании данного участка. Должны были изначально помочь полицейские, но не смогли. Поэтому сейчас жители дома на кооперативном переулке собираются писать в приемную президента.